коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем продолжим разбирать тему с пробоями уровней и более детально остановимся на пробой с закреплениями более конкретно закрепление в пробойный день то есть ретест не на следующий день не через день через несколько дней а именно в моменте очень часто бывают ситуации когда цена издалека пробивает уровень и отсутствует возможность захода в первичный импульс для меня по крайней мере потому что я жду как минимум на торговке перед уровнем либо поджатия к уровню на младших таймфреймах если этого не происходит то в первичный импульс я не полезу я подожду когда цена пробив уровень вернется на ретест либо будет происходить удержание вблизи уровня то есть если цена выходит в пробойную плоскость то я буду ждать 3 4 м5 бара за уровнем которые не будут перебивать уровень ложные пробои допустимы да то есть не будет распила не будет каких-то обратных поджатий то есть те ситуации максимально понятны максимально простые чтобы исключить множество если то есть точки входа максимально скажем так адаптированные легкая к восприятию пониманию то есть картиночки которые я жду но я в принципе покажу давайте начнем значит классический пробой первичную импульс монетка cfx сегодня получилось забрать вот эта вот отметочка это первоначально установленный take чуть выше 35 ровно и закрыла по 3413 очень сильно поскользила в нашу пользу то есть получилось забрать поинтересней ситуации редкие но случаются да в данном случае есть на торговочка вблизи уровня малая волатильность все условия для входа выполняются можно прыгать здесь ну это классика до пробоя но бывают ситуации когда не все идет по плану значит монетка аудио очень сильно пропампели и да вышли какие-то объемы вчера нет продолжения то есть откат продолжился волатильность затухла и продолжение не получается так как основная масса домашки было шартовая то и эта монетка попала на шартовый лист закрытие в принципе далековато от уровня с учетом до среднего тара но в условиях повышенной волатильности попала на лист понаблюдать значит ситуация следующая то есть если здесь мы на торговались прям перед уровнем и учился сильный импульс в этой монетке после того как мы закрылись под уровнем формируется на торговка в пробойной плоскости то есть я жду 3 4 м 5 бар и которые будут под уровнем и не будут его закалывать или пробивать тем более чтобы не было закрытие в предпробойной плоскости то есть условия для входа в первичный импульс отсутствует и нужно подкрепление с целью понимания до что есть интерес в дальнейшем движении здесь небольшой ложный пробойчик был после этого раз два три вот этот бар закрылся вниз и прыгал по рынку чуть выше получилось заскочить стоп за уровень стопы я уже говорил неоднократно стараюсь использовать максимально короткие в данный данном случае если вытащат на стоп и не произойдет обратного движения начнет формироваться какое-то движение на продолжение движения в шорт я буду смотреть поджать и уже к вот этому для того чтобы посмотреть попробовать забрать первичный импульс на обновление лайов то есть если здесь сильного импульса нет я это расцениваю как то что мы не достали до дотянулись до стопов тех кто покупал над уровнем и особого и пока нет присоединения продавцов в данном случае которые начнут двигать толкать цену дальше то есть как получилось здесь так как скопление стопов плюс интерес продавцов и вот это все в симбиозе вызывает такой вот резкий импульс что получаются проскальзывание бывает и не в нашу пользу но здесь такая ситуация отсутствует то есть ждем формирование точки входа и заходим но у меня получилось по рынку скачать можно использовать лимитные ордера и стараться зацепить от самого уровня но частенько ретестов не бывает особенно если импульс я чуть дальше покажу когда импульс происходит посильнее и если мы будем ждать отката к пробитому уровню то львиная доля движения будет выкуплена и продолжение будет под сомнением да то есть нужно будет опять какие-то подтверждающие моменты ждать может быть будет локальное поджатие в пробойной плоскости то есть такие вот опять добавляются всякие если на это максимально стараемся исключить значит второй вариант когда инструмент пробивает монетка сепи по моему была на лонг она там неплохо отрасла отрастала и не было скажем так формации на какие-то развороты общем было предположение о дальнейшем движении фиолетовым дневка голубеньким хвост ложного пробоя слева предположение о дальнейшем движении значит данном случае так как инструментом было далекое закрытие можно будет посмотреть потом в трейдинг ю если далекое закрытие в первичный импульс не лезу так как отсутствует запас а тара если а тар на истощение в стадии истощения может произойти разворот для того чтобы минимизировать скажем так риски до возможных каких-то ложнопробойных движений даже поджатия то есть это видят все может случиться манипуляция и встречная какая-то силу затащит цену обратно ждем подтверждение данном случае с ретеста не брал так как был ход обратно к уровню не очень понравилась мне эта ситуация решил подождать здесь вот вот этот барчик там выскочил объем к сожалению плохо сквин сделал получился выход объема и как опорную точку использовал уже на дальнейшее движение после закрытия бара наверх вход по рынку стопик тоже максимально короткий и короткий тейк так как а тар нет и рассчитывать что инструментом пойдет сильно дальше тоже не стоит волатильность в принципе в момент входа была приемлемая для постановки короткого стопа поэтому тоже сделочка такая скажем так шаблонная то есть мы зашли в пробойную плоскость мы находимся выше дневки выше хвоста ложного пробоя то есть там слева нас остановили в этой точке и цену наверх не пустили так как мы здесь пришли скажем так и дневку проживали и дальше такое поступательное движение опять-таки есть откатик но продолжение то есть мы выходим относительно дневки в предпробойную плоскость и импульс на обратный ход отсутствует значит если мы рассматриваем например ложный пробой то можно пробой не случается инструмент начинают тащить дальше если такое видим ждем закрепления здесь по сути дела два часа цена отстоялась выше хвоста ложного пробоя и поехали дальше в сторону тейка и сегодняшний я рекомендую если есть возможность либо отсутствует возможность сидеть перед терминалом пожалуйста звоночки в трейдинг и можно я как делаю если уровень пробивается я могу поставить звоночек на ретест и при срабатывании буду смотреть что происходит и обязательно сразу вы должны знать что вы будете ждать при ретесте если он будет какие условия должны будут выполнены быть для входа на что обратить внимание значит ну так как импульс был сильный к точке срыва поожидал возврат возможно сложным пробоем если ложный пробой там одним двумя барами и обратно заход пробойную плоскость по стопиком за хвосты и поехали на продолжение движение было бодрое возврата к сожалению не случилось magic где там приписочки делаю данное продолжение magic аналогичной ситуации то есть есть выход не было это кири тестов поэтому это все мимо это доги монетка предполагал что мы остановимся у голубенького просквозили дальше но здесь высокая волатильность тоже без за входов и монетка вот вечерин затесалась вообще изначально была на лонг но так как все пошло поехала вниз тоже здесь постояли в районе 0 26 и движение в принципе произошло значит пробойные сделки локальных точек если домашка не пошла рынок развернули какие-то сильные импульсы смотрю локальные точки особенно такого плана до такого характера то есть места срыва то есть откуда был импульс если формируется обратный подход то есть если начнем сначала до логику у нас происходит какой-то резкий выстрел если есть интерес на продолжение движения то мы ждем от к и продолжение но если вместо этого нас начинают тащить обратно к точке срыва то данной точке можно пожелать обратного поджатия точно такого же с маленькой волатильностью и можно будет зайти в пробой уже как бы в обратную сторону да на контр тренд и либо как данном случае я вот поучаствовал это по-моему так косма ситуация была следующая то есть мы зашли под уровень с которого полетели наверх и здесь сформировалась лимит удержание да то есть мы не можем преодолеть уровень в обратную сторону нет интереса на продолжение движения такие сделочки если захожу желательно последить за обновлением ближайших слева лоу да если происходит то можно в безубыток и подержать но опять-таки сделки в моменте если в моменте то контролируем всегда чтобы не оставлять то есть если оставляем и может произойти там обратно какой-то выход то есть нужно следить если начинают тащить в обратную сторону аналогичным образом да допустим мы здесь зашли в пробой и неплохо так полетела монетка там переставили в безубыток но если мы видим такую картинку что нас тащат к уровню в обратную сторону смысла держать нет сделку да то есть даже если мы там че закрыли остаток оставляем на подержать когда нас начинают тащить к уровню не отдавать в рынок движения значит резюмируя да если мы ждем закрепление то на младшем таймфрейме 34 м5 для входа в сделку то есть эти бары не должны перебивать тем более закрываться за уровнем если при закреплении происходит ложный пробой после ложного пробоя возврат обратно в пробойной плоскости еще два бара м5 которые будут но либо под либо над уровнем до зависимости от направления движения чтобы не было ни проколов дни закрытий за уровнем в обратную сторону то есть исключить распил для того чтобы исключить распил 2 m5 которые будут в пробойной плоскости можно будет заходить также по рынку и движение на продолжение если мы видим такую ситуацию что после выхода в пробойную плоскость нас начинают тащить в обратную сторону я не люблю слепые лимитки то есть в данном случае я не ставлю лимитку близко к уровню на но с целью чтобы меня подобрали в касание там близко близко к уровню возможно с люфтом и поехали дальше ну как бы в данном случае в ланге то есть я буду ждать подтверждение если есть хвост ну вот голубеньким да это хвост ложного пробоя то есть первичный подход небольшой ложный пробой и мы уходим далее опять подходим к уровню не беру в пробой сразу если нет узкой на торговке нет поджать и нет ни на торговке не поджать и медленно просто подошли и цена выходит свободно но единственное здесь вот объем очки выскочить можно расценивать как истинный выход пробойную плоскость и далее жду удержание удержание за уровнем до в пробойной плоскости либо такого характера либо если но происходит далеко бывает что инструмент выходит но и импульс сильного нет и к уровню не откатываем то есть он где-то вблизи максимума до выхода встает на торговочку тогда также можно рассматривать в продолжение движения например если вот эту ситуацию рассмотреть да то есть вот если бы в этой точке было бы поджатие можно было пробовать заходить на так сделочка все максимально простые можете заскринить и просто поискать аналогичные ситуации на дневных графиках то есть определяем сильную дневку 1 уровень относительно которого можно поторговать и далее на минутке возможно тут 15 минутки торгует то есть посмотреть такие информации и посмотреть как они отрабатывают либо если издалека то я жду ложный пробой либо касание либо лимитка вблизи уровня то есть нужно дождаться подхода обратно к уровню для того чтобы была возможность поставить короткий стоп опять-таки слепая лимитка вот в данном случае я ждал возврата к пробитому уровню если бы здесь была слепая лимитка то получился бы стоп поэтому нужно подтверждение то есть это все нужно учитывать все на бумагу все условия и бэк тесты бэк тесты бэк тесты смотреть проверять как работает привык глаз пожалуйста forward тест в реальном времени смотрим как отрабатывает и ведем статистику ставим плюсики если получается есть положительная динамика на бумаге на глаза видят то можно пробовать уже применять на практике в реальных условиях вот на этом пожалуй все используйте стопы и все будет хорошо пока пока